всем доброго времени суток сегодня разделала тушки индоутака и бройлера для того чтобы сделать из них фарш из фарша я делаю из грудки без шкурки и сейчас тоже сниму с ножек шкурку и косточки естественно уже фарш не пойдут но вот приготовила вот в таком варианте и у меня пришла мысль взвесить и сравнить вес индоутки индоутака который у нас весил 4 килограмма и бройлера который у нас весил 3 килограмма по весу грудки и ножки ну начнем с грудки наверное на 0 выставим весы укладываем на весы грудку 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 индоутака и смотрим его вес 870 грамм грубо говоря 870 грамм выкладываем его обратно устанавливаем весы на ноль и берем нашу грудку нашего бройлера которые у нас весил 3 килограмма 970 грамм 970 грамм и 870 грамм да слушайте на меня уже как бы это даже я не ожидала что практически вес будет один и тот же еще раз еще раз еще раз до 870 грамм 100 грамм разница между грудкой между грудкой вот так и 100 и грудкой бройлера а ножки посмотрим что у нас получится ножки 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 0 0 выставляешь 0 ножки индоутки вот они у нас такие красивые ножки индоутки весят 835 грамм и ножки бройлера вот они красотки он просто просто такая красота обожаю мясо 820 грамм ребята вообще 820 грамм бройлер и 830 грамм индоуток получается у нас всего 100 грамм в пользу бройлера плюс вообще я даже не ожидала такого результата мясо совершенно конечно разное бройлер это бройлер а индоутка это индоутка вкуснейшее мясо совершенно без жира шкурку я тоже все снимаю это естественно вот вернуть к филе ну что можно какие сделать выводы бройлер растет у нас два месяца но мясо все-таки это курица у так у нас растет но в данном случае у меня было чпс у таком и он прожил у меня 10 месяцев он у меня июльский если бы не было не был он у меня племенной я бы его убрала но максимум в шесть месяцев но он весил в то время 300 грамм меньше чем сейчас 3 600 по моему взвешивали его 300 400 грамм разница была но я думаю что вот конечно вот так у меня этот племенной сейчас сезон естественно он схуднул тем более что вот сейчас мы его зарубили с чп с племенным у таком я снимала видео и у него вообще и зубы пищевоты кишки были абсолютно пустые он уже видимо не ел дня два-три потому что уже началась у него утиная непонятная какая там игра которая привела его к тому что он оказался сейчас фарши но не суть суть в том что вес абсолютно одинаков мясо вкуснейшие между бройлером и у таком мясо вкуснейшие заменить его одно на другое невозможно и просто нельзя потому что они совершенно разных вкусовых качеств вон какая красота это просто красота эндоутки такая вкусно вкусняцкая пища из нее можно столько вкуснятины сделать рекламирую бройлеров выращивают все эндоуток выращивают не все рекламирую можно подумать да но я не рекламирую я просто констатирую факт что это просто очень вкусное мясо совершенно не жирная и по весу но остов я хочу сказать конечно остов если бройлер у нас 3 килограмма а эндоуток 4 килограмма естественно остов получается гораздо больше и у вас получится и тушеная капуста и и супы и все что угодно можно с этими косточками сделать и приготовить на целый килограмм разница в весе ну вот как бы выращивайте бройлеров и индоуток и делайте для себя вкусные блюда для своей семьи для деток вот этот вкусняцкий сейчас набор у меня пойдет на фарш и на котлетки любимому внучеку деткам себе ну вот так я думаю что те кто имеет наверное тех других птиц может быть уже и взвешивали для себя вот то что сделала сейчас я но я делал это впервые и даже как бы скажем удивлена что у нас абсолютно одинаковый вес и одинаковая практически выход мяса но это прекрасный прекрасный результат ну вот всем всего доброго до новых встреч не буду уже больше говорить об этом каждый сделал для себя выводы держите птицу это самая полезная и вкусная еда которую можно себе позволить те кто живут в своих домах всем всего доброго пока пока